ПСЖ хочет предложить Мбаппе контракт на три года. Милан не хочет платить больше 15 миллионов евро за Пулешича. Защитник Арсенала интересен Вестхэму. Харри Кейн может воссоединиться с Маурисио Почетино. Модрич и Ловрен обвиняются хорватской прокуратурой в даче ложных показаний по делу об уклонении от уплаты налогов. Интер хочет подписать хаффбека Сосоло и Италии Фраптези за счет продажи Брозовича Аль-Насру. Фермина и Аль-Ахли согласовали трехлетний контракт, осталось пройти медосмотр. Ранее саудовцы купили Эдуара Минди. ПСЖ купит Эрнандеса за 50 миллионов евро. Зарплата 19 миллионов евро в год. Рома продала Сосоло, Вальпата и Миссори за 10 миллионов евро, а также получит 15% при перепродаже. Венделла предлагали Роме, но хаффбек Зенита ей не нужен. По малкому переговоров с Ювентусом не было. Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камовинго согласовал новый пятилетний контракт с Реалом. На счету игрока уже 99 матчей в футболке сливочных. Арсенал купит Тимбера за 47 миллионов евро у Аякса. Медосмотр защитника в ближайшие дни. Манчестер Юнайтед купит Маунта за 60 миллионов фунтов. Медосмотр хаффбека Челси на следующей неделе. Атлетику интересен Хюйберг. Тоттенхэм готов продать хаффбека при хорошем предложении. Друзья, генеральным спонсором нашего канала стала букмекерская компания 1xBet. Неважно какого спортсмена и какой спорт вы выберете, 1xBet является лучшим выбором для вас. Там вы найдете лучшие бонусы, самые высокие коэффициенты и быстрые выплаты. В общем, переходи по ссылке в закрепленном комментарии, получай приятные бонусы за регистрацию на сайте. Поддержи своего фаворита и почувствуй себя победителем. UEFA отменил формат с экстратаймами в Суперкубке Европы. Будут пенальти при ничьей в основное время. Полузащитник Ювентуса Поль Пагба может этим летом покинуть клуб. Туринский клуб недоволен частыми травмами француза. Президент Барселоны Жоан Лапорто рассказал, что каталонский клуб отказался продавать полузащитника Фрэнки де Йонга за 100 миллионов евро. Президент Барселоны Жоан Лапорто хочет пригласить Месси для торжественной церемонии на открытии обновленного Камп Ноу. Эвертон объявил о продлении контракта с защитником Коумана. Новый контракт ирландца будет действовать до 2024. Манчестер Юнайтед продолжает работу над трансфером голкипера Интера Андре О'Нана. Стороны провели переговоры по игроку. МЮ ждет пояснение ситуации с голкипером Давидом Дехея. Главный тренер Тоттенхэма Пасте Коглу намерен встретиться с нападающим Харри Кейном, чтобы прояснить его будущее в клубе. Бывший полузащитник лондонского арсенала Луко Сторейра, нынешний выступающий в чемпионате Турции, может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах игрока заинтересован римский Лацио. 32-летний российский полузащитник Венеции Денис Черышев близок к тому, чтобы покинуть итальянскую команду. Нападающий Барселоны Ферран Торос с ней перейдет в Останвиллу. Останвилла опровергла информацию о предложении игроку контракта. Представители Киллиана Мбаппе и ПСЖ сегодня проведут встречу. Как сообщает Марка, стороны обсудят варианты развития текущей ситуации и выхода из тупикового положения. Интересы форварда будет представлять его мать и агент. От клуба будет президент ПСЖ. Если они договорятся об уходе Мбаппе этим летом, Реал может предпринять попытку приобрести игрока, при условии, что запросы парижан будут соответствовать рыночным Реале. Отмечается, что ПСЖ, вероятно, предложит нападающему продлить контракт на три года с обещанием продать его в Реал в 2024. Милан продолжает работу над трансфером Кристиана Полешича. Итальянский клуб не хочет платить за вингера больше 15 миллионов евро, в то время как англичане требуют более 20. Стороны еще не пришли к договоренности. Сам футболист готов согласиться на снижение зарплаты ради перехода в Милан. Сейчас он зарабатывает около 4 миллионов евро в год. В прошлом сезоне американец провел 24 матча в английской премьер-лиге, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Защитник Арсенала Нуно Таварыш может перейти в Вестхэм. Главный тренер молотобойцев Дэвид Мойс хочет, чтобы клуб подписал игрока, который будет конкурировать на левом фланге обороны. Вестхэм проявляет наиболее серьезный интерес к игроку, в трансфере также заинтересован Галатасарай. Прошлый сезон Португалий справил в Марселе на правах аренды и французы хотели сохранить защитника, но в соглашении не было опции выкупа. Вестхэм и Арсенал обсуждают возможность трансфера 23-летнего футболиста за 8 миллионов фунтов. Пау Торрес близок к переходу в Астонвиллу, который тренирует знакомый ему Унай Эмери. Как пишет The Guardian, английский клуб согласовал с Вильериалом трансферу примерно за 35 миллионов фунтов. По данным The Telegraph речь идет о 31 миллионе. Об условиях контракта с 26-летним защитником уже договорились. Вильериал согласился отпустить Торреса за значительно меньшую сумму, нежели предусмотрено в качестве отступных – свыше 63 миллионов евро. Это связано с финансовыми проблемами. В Ла Лиге в сезоне 22-23 защитник провел 34 матча и забил 1 гол. Форвард Тоттенхэма Харри Кейн строит особняк всего в 15 милях от тренировочной базы Челси в Копхэме, что усиливает слухи о его будущем воссоединении с наставником Маурисио Почеттино. У Кейна, которому в следующем месяце исполнится 30, остался всего год по контракту со шпорами. Утверждается, что сразу несколько клубов заинтересованы в его подписании, и это в частности Бавария, которая получила отказ за попытку купить игрока сборной Англии за 70 миллионов евро. Новый тренер Челси Маурисио Почеттино работал с Кейном в течение 5,5 лет. Аргентинский специалист сыграл решающую роль в развитии нападающего, поэтому точно хочет снова поработать с Галеодором. Издание The Guardian сообщает, что Манчестер Сити вступил в борьбу за полузащитника Сельты Габри Вейгу после отказа от сделки по хавбэку Вестхэма Деквану Райсо. 21-летний игрок также представляет интерес для Ливерпуля и Челси, а сумма выкупа в размере 40 миллионов евро привлекает любой топ-клуб. Поэтому для горожан это не станет проблемой. Утверждается, что испанец находится в шортлисте Сити для усиления линии полузащиты после потери Илкая Гюндагана, который выбрал уход в Барселону. Сам Райс близок к приходу в Арсенал, так как канонеры согласились заплатить 105 миллионов фунтов стерлинга, что Ман-Сити посчитал завышенной суммой. Спасибо. Спасибо.